Музыка Традиционная зимняя спартакиада «Хрустальный кол» в 35-й раз проходит в Макмонинской области. В этом году финальный этап соревнований принял Кокшетал. Спортсмены из 17-ти районов и трёх городов региона участвовали в масштабной церемонии открытия юбилейного турнира. Музыка 35-я зимняя спартакиада «Хрустальный кол» в два года не проводилась из-за пандемии коронавируса. Поэтому в этом году церемония открытия прошла с особым размахом. Около тысячи районных спортсменов ворвали за звание лучших. Основной задачей таких соревнований является привлечение акмонинцев к массовому спорту. К каждым соревнованиям готовимся мы, конечно, очень усердно. Также у нас проходят тренировки. Тренировки проходят, в принципе, каждый день. Я выступаю уже очень давно. Наверное, с класса третьего ездил на спартакиады. И мне это очень нравится. Я сама мастер спорта Республики Казахстан по биатлону. И я горжусь тем, что я выступаю от своего района. На площади Абайхана, в связи с ухудшением погодных условий, не присутствовали только корголжинские спортсмены. В каждой команде присутствовали профессионалы по 8 дисциплинам, президентское многоборье, футзал, лыжные гонки, хоккей с мячом и шайбой, конькобежный спорт, шортрек и даже спортивное рыболовство. Честь зажечь факел спартакиады выпала мастеру спорта международного класса, участница зимней олимпиады 2006 года. В Турине Елене Волошенко. Кандидатур было много, но из-за сложившей ситуации, что часть ребят у нас не сулованных находится на чемпионате мира, получается, в списки я тоже попала. Здесь будут участвовать наши ребята с нашей спортивной школой, которые также являются кандидатами мастера спорта, выпускники нашей школы, тренера. Среди почетных гостей на открытии было немало спортсменов, прославивших хопмольский спорт на республиканской и международной арене. После театрализованного выступления к физкультурникам от лица главы региона обратился заместитель Акима области. Важно развивать массовый спорт среди всех возрастных групп населения, тем самым улучшая здоровье нашей нации, воспитывая новое поколение. И в нашем регионе местными исполнительными органами прилагается немало усилия для выполнения задачи, поставленных перед нами президентом страны. Затем последовала концертная программа, которая увенчалась зажением факела соревнований. Более тысячи спортсменов из 20 районов и городов области приняло участие на протяжении всех этапов спартакиады. В областном центре на протяжении нескольких дней проходили финальные стадии по 8 видам спорта. Команды состязались в лыжных гонках, шортреках, конькобежному спорту, хоккеи с мячом и шайбой, зимние рыбалки, президентское многоборье и футзал. Каждый район привез лучших спортсменов, многие из которых известны далеко за пределами Акмельской области. Я очень думаю, что данное мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Хотел бы поблагодарить всех организаторов за проделанную работу и за тот результат, который мы получили. Победители и призеры были награждены грамотами, кубками и денежными призами, на которые они могут приобрести спортивный инвентарь для развития своих команд. Несмотря на сильный ветер и морозную погоду, все соревнования прошли на высоком уровне. Теплее всего в эти дни было футболистом. В каждом из матчей разыгралась нешуточная борьба за право стать победителем. Пять команд из городов и районов области забили несчетное количество голов, и один красивее другого. Болжан Бахаджан представлял Зерединский район. Он бронзовый призер спартакяды. Он отмечает, что конкуренция здесь запредельная, и каждый из спортсменов достоин был стать чемпионом. Все команды тяжелые. Участвуют пять команд. Это Исиль, Степногорск, Лукштал, Зериндан, Боржанцал. Сегодня последний день игр. Игры были достойные. Все игры напряженные. Интересно было следить за играми. Видно мастерство каждого игрока здесь. По результатам всех соревнований в общем зачете лучшей командой признанные спортсмены Аршелынского района. Серебро досталось Исилю, а почетное бронзе отправил в Зеринды. Среди городов третье место завоялось Тепногорцы, вторым стали физкультурники из Чученска, а золото осталось у Кукшеталцев. В январе мы начали соревноваться в районе, а теперь стали победителями области по четырем видам спорта. Хоккей с шайбой, хоккей с мячом, шорт-трек, конькобежный спорт. На финальные игры приехали 28 спортсменов из нашего района. В общекомандном зачете наш район стал победителем области. Всем призерам вручили денежные серфетикаты на сумму 200, 300 и 450 тысяч тенге. Данная спартакяда первая из четырех запланированных по области. Следующее соревнование такого масштаба пройдет в мае среди спортсменов с ограниченными возможностями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова